Музыка 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 Ольга Александровна Вороль и Альвина Осиповна Ягант сторожила поселка Смородина и про первых переселенцев знают не столько из книг, сколько из воспоминаний собственных бабушек и дедушек, которые были в числе основателей хутора. Сейчас Смородина – одно из красивейших селений Ульяновской области. Не зря же его облюбовали дачники. А вот более ста лет назад это были бросовые земли, лес да песчаник. Так что не жалко было государству такое добро чужакам отдавать. Эстонцы очень быстро, они трудолюбивый народ, во-первых. И они очень быстро здесь заимели, обрабатывали земли, потом завели хозяйством. И стали они очень богато жить сравнительно с русскими зелеными пунктами, которые здесь окружали. Вот и потом уже наши годы и совхозы, колхозы были очень богатые у нас. Вот маленький у нас был колхоз, но он был очень богатый колхоз. Маленькая эстонская империя и в России умудрялась жить по своим законам. Непреложными правилами были трудолюбие и честность. И даже после коллективизации, когда повсюду главенствующим стал принцип «все колхозное, все мое», в колхозе кое-то его понимали по-своему. Из дома доярки несли охапки сена на ферму, когда там было плохо с кормом. Вот один из самых больших родников у нас. Из этого родника брали воду, раньше не было. У нас колонок пока не поставили, вот такую вот, артизанскую скважину не сделали. И в одном из таких больших родников, один был поменьше вниз по течению, когда был колхоз кое-то, ставили в больших флягах сметану. Тогда холодильников ведь не было больших. И, как правило, это не запиралось даже как следует. То есть эти фляги со сметаной по 5-10 фляг со сливками стояли в этой ледяной воде. Вообще не было принято запирать смородни. У нас не было замков у многих жителей. Просто так прикрывали дверь и все. Сметана отличалась особым качеством, потому что она охлаждалась сразу, когда получали сливки на сепараторной, и охлаждались сразу вот до такой ледяной температуры. Поэтому масло было очень высокого качества, очень ценилось смороднинское масло. Национальная черта эстонцев – добросовестность. Любую работу делают тщательно, но при этом сами редко бывают довольны результатом. В пору колхозов и совхозов они разводили породистый скот и выращивали элитные сорта пшеницы. Вспоминают, как бывало молотили хлеб до глубокой ночи с фонарями. Работают они всегда дружно. Мы постоянно как-то в курсе делаем друг друга. Нас осталось совсем немного. И мы почти родственники. Кто дальние, кто ближайшие подруги. И с детства мы дружили. И поэтому как-то, если что-то нужно, то идем к ним. Сейчас в самородине наберется не более 10 домов, где живут настоящие эстонцы. Уже все перемешалось. Современные эстонцы и эстонки женятся и выходят замуж, не обращая внимания на национальность. А вот их предки, прабабушки да прадедушки, позволить себе такое не могли. Была молодая, это был редкий случай. Вот я помню одно случай, только вот соседа наша, вот Елена-то, вот. Она вышла за Тушнинского, замуж русского. Так это обсудили. А вот моя мама уже когда была, они не решились на это дело. Вот. Они только должны были выходить за эстонцев. И как-то они считались это унижено, даже когда выходить за другой нацией замуж. А мы-то вышли все за русский уже. Конечно, были против родителей. Ну, а кто же это слушался? Любовь, я люблю. Любовь. 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 Поселившись на Чужбине, эстонцы долгое время жили обособленно. Почти на каждом хуторе была своя церквушка, своя начальная школа, где детей учили на эстонском языке. И более 50 лет на хуторах звучала только эстонская речь. И не умели же говорить по-русски. Не умели. До этих пор, как стали строить мост через Волгу. Эти же инженера, и техники, и разные начальники, они все приезжали сюда. Ну, в Артюшкине потом был частный какой-то магазин тоже. Ну, вот мы с мамой пошли, значит, в магазин туда. А сзади эти пацаны нас кричат. Чух, 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 чух. И камнями бросают нас. Ну, другой раз, вот зимой, голодный год был. Они приходили нам тоже, милостенецкие, спрашивать уже. А бабушка у нас тоже. Работать надо, работать надо. Вот, не надо ходить, милостенки собирать, а работать надо. Вот так, чтобы плохо работать, и у Асма нет еды. Вот. Вот такие отношения были. А что значит, почему они звали чух, чух? Это что означало? Ну, вот у нас разговорная речь, будто бы шушит вот так. За неимением русского языка, это в ту пору, давнишнюю пору, это была проблема. Вот из Лапшанки, и ты знаешь этих людей, и я знаю, их уже никого живых нет. Приехали в Артюшкину магазин, надо было купить одеяло. Он видит одеяло на прилавке, а сказать он не может. Он взял старуху, положил на пол, и сам лёг рядом. И говорит, вот так вот надо, вот так. Продавец чуть не упал за прилавком. Это вам одеяло надо? Та, та, отеял, та. Вот и всё. Не за имением русского языка. Старуху повалить на пол. И рядом лечь? Да, и нет. Мы только знали, что вот я куда в Ленинград поехала, я вот... Ну, у нас была целая группа, там и с разных сторон были студенты. Вот из Кошкинского района там было, и вокруг Ленинграда там и солнцев много. Вот из разных мест было так. Ну, по-разному всё говорили, конечно, немножко язык. Ну, мы вот в столовой пойдём, не знаю, два каши, не знаю, две каши, мы говорим. Ну, давайте вместе пойдём, возьмём три каши. Чего не думать, два или две каши уже брать-то. И вот так мы всегда вот... Ну, и замуж почти я вот вышла тоже. Я ещё плохо разговаривала русским языком. Истонцы выучили русский язык, но и свой не забыли. Правда, на исторической родине их не совсем понимают, потому что говорят паволжские эстонцы на старинном языке, на языке своих предков, давно забытом в современной Эстонии. Я свой язык очень ценю и люблю. А в Эстонии был случай, мы с сестрой были там, после малинный дом. Ну, просто, знаешь, пожилые уже. А одна женщина подошла и говорит, туда, туда, туда. Да, там русско, там русско. А я лютая на язык. Я говорю, а мы настоящие эстонцы. Она глаза вытрашила и глядит, и ушла от нас. В этой песне говорится о том, как человек вспоминает о своём доме. Далеко ушёл он от дома. Скитается один на чужбине. И слёзы льются из глаз при воспоминании о доме. Каукель, каукель, кусон, миру коду. Каукель, тервис, садан, масун. Их сирентан, малера, маранун. Всю ночь поёт эстонцы и жгут костры на Янипяв, Иванов день. Это самый главный праздник, на который раньше в Смородину съезжали со всех ближайших эстонских хуторов. И отмечался он обычно вот на этой горе. Это место в Смородине называется Суурмяки, что значит по-русски «большая гора». Она была повыше здесь из-за разработок. Вершину сняли у этой горы. Но это место такое для жителей Смородины очень памятное, потому что сюда поднимались Яни, когда Яна в день здесь зажигали костры, пели песни. Кто давно не был в Смородине из земляков, всегда сюда поднимаются, когда приезжают в отпуск или через длительное время. Здесь наши бабушки пели песни по праздникам, потому что это место вот какое-то такое вот самое высокое, может быть, место в селе. И с детьми мы сюда очень любили подниматься. В молодости здесь тоже были костры, вот на этом месте чуть повыше. Взносом из новых гостей на костёр было полено дров или забавные истории, вот иначе не принимали. Вот дядя Петя Вичкунина рассказывал, он любил приврать, это был наш местный дядя Щукарь. Он говорил, ну, я с Чапаевым служил. Служил. Вот однажды мы летим с ним на самолёте, я сижу на крыле, и вот с таким достоверным, с такими интонациями. Вообще очень смешной был старик. На этой фотографии 70-летней давности весь хутор. Как раз на этой самой горе и в день Яни Пяв. Почти никого из запечатлённых здесь не осталось в смородине. Многие уже давно ушли в мир иной, кого-то в 37-м году репрессировали, кто-то погиб в Великую Отечественную войну, ну, а некоторые вернулись в Эстонию. И всё реже на хуторе, а теперь, вернее уж, в дачном посёлке Самородина слышны эстонские песни. И в день Яни Пяв, теперь уж совсем не так многолюдно, как раньше. Но если всё же вы попадёте в эстонскую семью, встретит вас гостеприимно и пригласят непременно к столу с исконно национальными блюдами, соусе-картуле и мультикапсы. А пообщавшись и познакомившись с эстонцами поближе, вы поймёте. История, традиции, обычаи хранятся в каждой семье и передаются из поколения в поколение. И это настоящая ценность, которую сумели сохранить эстонские переселенцы за сто с лишним лет. Живя на чужбине, они сумели сохранить себя. Живя на чужбине, они сумели сохранить себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok